можно презентацию так я смогу и управлять даже я напоминаю что у нас все таки с вами по 7 минут до но в 10 мы должны точно укладываться я постараюсь максимально кратко вот здесь вот такая представлена игровая ситуация в которой есть два равновесия в одном равновесии то которое введено зелененьким там условно говоря агенты сотрудничают и такое равновесие называется равновесие по паре то второе равновесие которое находится в противоположном углу от вот этого помеченного зеленым находится равновесие по нэшу которая тоже является равновесием когда агенты достигают стараются достигнуть строго индивидуальных целей и это в данной специальной иллюстрации показано что эти равновесия могут различаться и различаться так что равновесие по нэшу будет выглядеть хуже чем равновесие по паре то это очень известная иллюстрация это называется дилемма заключенного то одна из таких самых распространенных в теории игр то с чего начинает ее освоение но если мы переходим ну делаем какой-то крючочек экономической теории то там это выливается в то что существует проблема согласования между целями фирм и целями общества это согласование очень-то известно под условным названием невидимая рука адама свита которая считается что она согласовывает цели фирм и действуя строго на своих эгоистических основаниях они в результате максимизирует и полезность общества и в экономической теории в последующем это было конвертировано в так называемый теорему благосостояния который говорил о том что действительно если фирма максимизирует прибыль то совокупный результат действия всех фирм приводит тому что одновременно максимизируется общественная полезность то есть достигается равновесие по паре то то есть да вот так вот достигается согласование и это и это действует очень успокаивающе потому что это является научным постанованием того что идея невидимой руки она в действительности является действующим механизмом но правда заключается в том что в реальности эта теорема работает только в условиях совершенной конкуренции а в рамках той конкуренции которая имеет место в реальности это ну она так по неудачно называется не совершенной конкуренции в рамках которой фирмы имеют кусочки монопольной власти это терема перестает работать и в действительности правда заключается в том что согласование между целями бизнеса и целями общества в реальной жизни не существует но теория нас успокаивает что она есть что она есть и поэтому мы можем разбудить любого студента профессора или любого обывателя спросить какая главная задача фирма он скажет максимизация прибыли так вот мой тезис заключается в том что если мы хотим получить с как действительно социальная ответственность со стороны общественных механизмов производства благ то есть то что и называется экономикой то она должна подвергнуться но определенной коррекции может быть не стоит это грубо называть там какими-то существенными преобразованиями но дело в том что вот упомянуты здесь академия полтора и что же однажды упомянул на российской экономическом фону форуме что в экономике к сожалению много идеологии его за это чуть не съели за эту фразу но она к сожалению справедливо вот и вот эта идеологическая компонента она в том числе выражается в том что мы затушевываем одни вещи и выталкиваем на поверхность те вещи которые выгодны в рамках действующей ну скажем так общественные парадигмы для которой теория нужно просто только как фундамент так вот в этом фундаменте даже в той теории которая создана на нее можно смотреть под разными углами и под правильным углом зрения на мой взгляд мы можем смотреть на ту же фирму который ну не требуется чтобы она максимизировала свою прибыль давайте мы предложим так что пусть фирма изначально сразу же то есть ее задачей является максимизация максимизация полезности своих потребителей на потребителя собственно и есть общество то есть тогда это органично сольется но тогда прибыль будет нормальным бюджетным ограничением и с точки зрения теории это будет правильная постановка оптимизационной задачи где у нас есть целевая функция правильно поставленная которая не требует согласования и в рамках этой целью функции мы не лишаемся фундамента экономического роста потому что прибыль ну хоть ты куда никуда не денься то есть это способ выживания фирмы то есть если фирма желает жить долго то прибыль если у нее должна быть стабильная и не нулевая вот и но если сделать еще один шаг то есть скажем так если мы хотим поставить задачу внедрение каких-то более социально ориентированных тезисов в экономическую теорию то мне кажется что можно что следует даже начать с экономической этики в экономике экономика экономическая теория она базируется на протестантской этики в рамках которой в общем-то условно говоря все что заработал то моё да то есть вот мои то что мне даже повезло то есть бизнес везение и все такое прочее то есть то из-за чего ты становишься удачными человеком считается что это строго твоя заслуга вот в то время как наверное правильная постановка вопроса была бы вну в духе я бы так сказал этики староверов до которые говорили что да тебе повезло но это пришло от общества и ты будь добр обществу верни вот если мы поставим экономику на правильные этические основания то из этого могут вырасти и правильные но при этом важно не выбросить то что уже наработано она работа намного и в том числе довольно много полезно а вот сергей вот его да вообще супер спортсмен прибежал первым всех и гораздо быстрее сергея фанасьте вот это я хочу тебе задать вопрос вот помнишь ну сергей иванов которую я на самом деле хотел здесь видеть но он к сожалению улетел в африку а вот ну такой предприниматель бизнесмен да и да 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 вот он говорит вот о чем то что вот по их исследованиям россия делится на 25 процентов индивидуалистов и 75 процентов как бы людей с другой этикой коллективной да не индивидуалистической индивидуалисты они действительно соответствуют протестантской этики предпринимательской ну как бы гребут под себя конкурирует между собой и так далее а вот эти 75 процентов страны они конкурировать не хотят но и вообще считается что это плохо для ведения бизнеса вот аузан об этом говорит о том что протестантские страны поэтому лидируют всегда вот а такие мусульманские там православные да они они отстают но они вот вовка разработали на самом деле то есть он говорит что наша цель приносить общественную пользу а прибыль является бюджетным ограничением потому что мы должны покрывать амортизацию да ну мы должны покрывать амортизацию мы должны там что-то развивать и так далее вот я понимаю что знаете ну вот я вижу быть мотайте глава потому что к любой жизненной ситуации можно предъявить какие-то претензии я понимаю что едет идеализирую ну вот в принципе ты об этом говоришь да скорее об этом вот но здесь я бы я бы с ним полностью согласился вот и в общем то тут в общем то невольно получи подкрепление тезис что в том числе и с этической стороны тоже ну нужно на экономику смотреть и это не вредно что даже в математических моделях может быть общественная польза количественно измеримая до результатом работы ну фирмы соответственно человека в конце концов и агентов для которых целью может быть максимизация общественной пользы а прибыль и доход это бюджетное ограничение ну вот я тогда позволю просто привести что называется еще один слайд потому что это является эксперимента в рамках которого мы просто вот живем да то есть это рынок энергетики в котором прямое то есть это естественная монополия и в рамках естественной монополии изначально считалось что там не другие способов кроме как прямого регулирования вот но прямое регулирование оно эффективно только тогда когда ты знаешь издержки производителя производитель он такой вот в общем он тебе свои издержки никогда не скажет вот и поэтому в этих условиях и эффективность прямого управления достаточно значительно падает вот и удачной относительно удачной получилась конструкция в которой есть регулятор который консолидирует заявки производителей и у этого регулятора у него целевая функция папа рета но у производителей ну хошь не хошь да то есть они живут в рыночной парадигме так как они и понимают у них целевые функции по нэшу но в результате и поскольку не обладают рыночной властью и мы это видим на цифрах то есть мы просто таки вопросами занимался то они способны продавить регулятор так что он не может под это подкопаться вот это равновесие который в итоге получается это равновесие хуже чем то которое было бы папа рета но лучше чем то которое было бы по нэшу то есть как если бы этот рынок если бы это рынок не регулировался вот так то есть вот 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 Продолжение следует...